Валдеморты, это, конечно, наши мальчики. Уже сегодня день мы, начиная, посмотрели странных героев, которых пикали во время закрытых квалификаций. Двух из пяти брали именно они. Там был Тинкер, там был кто-то еще. И вот сейчас Сайленсер. Они нас радуют, они привносят разнообразие в нашу бытовуху, а потом проигрывают. Хускар что-то там был? Да, возможно, Хускар, действительно. Слушай, гораздо, ребята, на выдумки, конечно, только, по-моему, все они ни к чему не приводят. Может быть, все-таки стоит перестать изобретать? Они все серии играют 2-1. Тут тоже очень, на самом деле, на тоненького сейчас будет, походу. Да, похоже на то. И вполне возможно, проиграют. Нет, просто надо пикать проверенных персонажей. Если ты их берешь, бегу Oracle, он незаменим против Вайда. Вот просто незаменим. Ты либо дизармишь Вайда, чтобы он не бил, либо ты сейвишь персонажа, которым в хроносфере. А если Вайд пока не пробивает, еще можно на своего накинуть Вайцедикт, и магия не будет работать, если заливка какая-то. Он идеальный персонаж. Звучит прекрасно, но Oracle, ты знаешь, это что-то из разряда нашего с вами любимого Виспа. Герой, на котором невозможно сыграть, если не тренировать. В общем, если есть проблема против Вайда, вот просто его забаним. Просто забаним. Наконец-то мы его не увидим. Ну да. Сейчас ТБХ будет. Но там, где Вайд в бане, там появляется кто-то из других героев. ТБТ имеет что-то для Волон Д'Морт? Он просто появится, мне кажется, на ранней стадии. Нет Вайда, и ТБшка очень хорошо заходит. Сразу видим Феникса, пикаем бабку. Ну, в принципе, логично. Прямая контроль к этому герою. На Супернове, чтобы быстрее разбить. Плюс саппорт всегда силовик, это тоже приятно. То есть довольно плотный персонаж будет, пробить сложно. Есть какой-никакой контроль в виде печеньки, да, можно комбинить как-то на логине. Так что пока открывашка хорошая. Что, интересно, под Феникса будут брать? Тренд протектора какого-нибудь? Как часто любят делать? Потому что первая комбинация это Войд, вторая тренд протектор. Кто у нас еще есть? Какой-нибудь, не знаю, Тайтхантер. Словно, но Тайтхантер не особо любит рано показывать, поэтому вряд ли. Тайт не сильно работает. Возможно, тренд? Есть Клокверк в пуле. Да. Читаешь. Клок имеется, все верно. Клок имеется. Теперь хочется сразу задуматься о герое в оффлейн, который соберет фаст форстав. Либо такой вариант. Ой, Димон, сейчас я чувствую, ликовать будет. Как он их назовет? Чайки. Чайки. Герой-чайка. Герой-чайка появляется для команды Волан-де-Морт. Я не знаю, как относиться, на самом деле, к Миране как герою. В целом у меня смешанные чувства. Иногда этот герой прям бесполезный, а иногда прям все стрелы летят. Да, это герой случая просто. То есть как пойдет. Если у тебя стартовая игра прям идеально зашла, и ты там побегал, неплохо сделал какие-то начальные киллы, и у тебя появляются быстрые улы, быстрые грифсы, то это очень полезный персонаж, которого очень трудно убить в драке, и который дает очень много. Но если у него игра не пошла, он как Андайн, он просто выбывает. Ничего не делает. Да, под баннер, кстати, вводит спирита также. Ну, тоже крайне сильный герой, здесь все понятно. ТБ, в принципе, тоже отлетает в бан. Ну, это было читаемо от Сереги, что либо пик, либо бан. Все еще можно забанить Сентимага какого-то к Ханам, наверное, на всякий случай, потому что на темпе реально много можно выформить себе. Обычно, как правило, эти два героя сразу в бан отлетают, что ТБ, что Антимага. Возможно, Тролля, потому что тоже хороший боец по яйцу. Тут надо задуматься по поводу связки, которая на второй стадии может заехать в один пик. Это Магнус плюс кто-то. Это очень сильно будет. И для Каннов, или для Воландомортов? И туда, и туда. Надо разбить эту связку, потому что она выигрывает в Доту Изи. Магнус Тролль тоже заедет. Будет слишком жестко. Пока Трента забанили. Камбу сломали, да. От Камбы одной. Ну, слушай, комбинация через РП все еще есть. Можно реально сделать хороший РП и подвести под Супернову. И опять же, будет баф. Можно забрать себе какого-нибудь физушника Кора хорошего. А Антимаг все еще актуален, как по мне. Магнус есть сверху. Дровка неплохо заходит. Опять же, там оранжевиков много. Но может туда рано или поздно заехать. Но сверху сейчас Суппорт какой-то появится с пятой позиции, скорее всего. Если это не бабка. Я просто не знаю, как они лайн будут ставить. Но Снэпфайр нужно четверкой играть. А Миран тогда куда? В миддл, получается? Я бы хотела Мирану, в первую очередь, мне кажется, на Роум поставить, если так между ними дать. Снэпфайр 5 тогда. Сикрет нам тройку Снэпфайр показали вчера. Да, может и тройку быть. Снэпфайр, кстати, сильный, если при ритмах. Сильный персонаж. Опять же, если там какой-нибудь еще быстрый Аганим будет. Так, но бета забанили, потому что, опять же, сейва пока какого-то нет. Понятно. Да и сам себе герой на линии сильный. Я бы Магнус убрал просто вот этого греха. Снизу просто он хорошо зайдет. Если Магнус тройль будет, ты не сможешь яйцо сломать. Потому что Магнус будет контролировать этот процесс, как и Клоккерк. Опять же, они будут очень хорошо соявить Супернову. Никто ее разбить не сможет. Может быть, Урсу вспомнит. Воландеморты. Тогда уже точно будет экшен на третьей карте. На карте нон-стопа. Кто его знает. Забавно. Практически у каждого нашего таланта есть свой какой-то фаворит, которого никто не пикает. Ну да, да. Странно, почему Урсу подзабыли. Как по мне, герой достаточно хороший. Почему Тимбера подзабыли? Тимбер обычно заходит в такие сетапы, когда много милишников раз и много силовиков два. Следующую серию будем смотреть. Будут играть Ашеры с Юниками. Вот там Тимбер, он прям чуть ли не на первой стадии будет отлетать. Ну там все дело в фанике. Там в фуне, да. Ну и третий, да, фактор, видимо, это нет хорошего исполнителя на этом героя. Я смотрю, у нас в нашем регионе люди вообще не умеют играть. Не умеют играть. Ни на ком. Ага, поиграем в доту на героях. Так и получается. Так и получается. Увы, это так. Ну, если по-хорошему посмотреть. По-хорошему, да. Еще все вслух об этом говорят, что мы не умеем это делать. А потом сидишь и думаешь, а что ж у нас команда так мало. А что ж у нас команда в Мортале идут на двух последних местах, да? Да. Обидно. Не, ну ладно, там Висп появился. Это прогресс. Это здорово. Так, ну Рубик здесь, понятно, Рубик и в прошлой карте был хороший. Марс. Марс появляется. Детка. Вот, вот. Подмасливают Серегу Хан и просто. Я топлю за Ханов теперь. Я буду предвзятый аналитик. Все, понятно. Этого следовало ждать. Но теперь Волдеморты должны Урсу взять, я не знаю. Да, здесь Магниса нельзя было пикать, потому что Рубик есть. И Рубик тебе в ответку просто игру может сделать за счет РП. Вот, поэтому лучше не такой крутой ультимейт ставить. Хотя у Марса тоже сильный ультимейт, но... Ластилер. Тоже герой, который съест яйцо и может Марс пробить при желании. Мне пока снизу нравится. Ну, моментально ответили. В целом очевидный пик был. Я пытаюсь вспомнить, играли ли Хан и смартфон. По-моему, играли, не могу вспомнить как, насколько хорошо. Да было-было-было. Пока снизу мне симпатизирует это все. Да, вообще Хан и третью карту подряд очень хорошо драфтят. Они на первой неплохо, как по мне, на драфтили. На второй вообще драфт им выиграл, считай, игру. И сейчас вот тоже все неплохо смотрится. Так, два мидера осталось, да? Скорее всего. Не ну шторм, но это классик, да. Чтоб он фестбомбы не был сильный. Ну, в общем, друг по другу сейчас будут пикать. Я думаю, вайпера стоит убрать Валдемортом. Чтоб он не мешал Ластилеру, в принципе, по игре. Хороший бан будет. Вайперочка. Темпларку убрали. Темпларк тоже Ластилера всегда мучает. Если на темпе, она его просто пробивает. Дай боже. Кого бы на мидл влепить-то? Ты для кого сейчас? Для Валдембортов или Ханов? ДП еще есть. Да, ДПшка есть, это понятно. Но ее как-то вообще не жалуют, на самом деле. Обе команды вообще не вспоминали даже про нее. Да, на Ластилер жирает хорошо. И, в принципе, живучая. Здесь берста нету, сверху вообще никакого. Рубик, Мирана и Снепфайр. Это не тот дэмэдж, который ДП будет пробивать. Да и Ластилер, опять же, очень долго будет ее грызть. Поэтому для Ханов я бы посоветовал ДПшку на мидл. И из-за того, что у них 23-й пик, у тебя закрывающего героя еще нет против себя. И ДП практически против всех стоит неплохо. Да, но и Ханам какого-то вайпера тоже себе не хочется брать. На центральную уже, как минимум. Потому что Рубика видишь у Валандемортов. Но все равно против Ластилера хорошо работает. Хорошо работает, но проблема в том, что Рубик с большой вероятностью тебя все-таки твою же тучу сворует, и ты тоже будешь страдать от нее. Поэтому я бы не брал. Квопа еще есть классическая. А, в бане. А, в бане все, вижу. Пугна в пуле есть. Пугна неплохо. Убрали СК. Думаю, что Мирана в мид пойдет, что ли? Походу. Ну, еще надо в мидл ставить. Я думаю. Снепфайр 5, Рубик 4, Мирана либо 3, либо 2. Походу в мидл. Да, я ДП выбрал. Мне не очень нравится с Мираном мид, если честно. Не знаю почему, но я как-то скептически отношусь. Я считаю, крайне малое количество игроков вообще есть, которые нормально в ней. Я скептически отношусь к Миране на корр позиции вообще. Вот, поэтому не очень нравится. Хотя она неплохо против Феникса будет там ломать Супернова опять же. Да, Суперновы-то тут уже есть с чем справляться. Ластилер, Мирана, Снепфайр. Тут не в этом вопрос. Вопрос в том, как справляться с морфлингом. Да, яйцо-то разобьешь. Дальше что? Морфа здесь вообще никто не пробивает. Да. Морф всегда с Ластилером. Чем закрывать его пока? Это морф халявно в Блокенбаре еще будет. Это самое неприятное. Потому что он обратится с Ластилера и Рейдж прожмет. Так, ну что, ладно, последний бан. Я бы ДП выбрал бы. Да, ДПшка очень сильно замес усилит Хану. И пуш, и замес. Так что по товарам по-хорошему только морф неплохо может бить. Больше некому особо. Но всегда есть шанс словить какую-нибудь Лину в ответ. Ну, Хану могут себе забрать. Но Лину это уже очень тонко. Ну, Лина ДП такое тоже. Нормальное противостояние. Лина, понятно, делал сильный персонаж, но... Пака. Ну, это, кстати, кейч, да. Который мог появиться также для Канов. Что-то я совсем забыл, что есть такой герой в пуле. Но Кана... О, господи, Кана. На паку в последнее время особо не часто берут именно на корпозицию. Больше мы видим, как на пятерочке отыгрывают на нем. Нужен танк. Есть ДК еще, опять же. В мид хорошо зайдет. Можно Омни Найт в мидл ставить. Тимбер в мидл там тоже может зайти. Хотя в вайпер, опять же, присущ. Я бы ДП. ДП прям идеально. Балансный пик был бы. Очень классно все. А если они пикнут ДП, Валдемор, ты смогут аппаратом каким-нибудь ответить? Кунка еще есть. Кстати, Кунка, да. Некуда его ставить. Кунка тоже классный парень. Неплохой выбор. Тут Лего можно даже в мидл поставить. Тоже будет смотреться. Для Лайфсилера просто фиксацию делаешь, и Морф убивает всех. Под Кункой у тебя Морф будет жить долго. Очень долго думают. А там героев... Ну и Эмбер. Ну и Эмбер классический. Не знаю. Эмбер Спирит и Властилера. Ну, нужен тебе это. Ну, хорошо, ладно. Будешь заниматься другими персонажами. Ну, в принципе, тоже как бы фиксация. В любом случае, это да. Это дополнительный кетч. Очень мобильный герой. И чем его здесь ловить-то по-хорошему? Нечем. Да. Только Рубик как-то может с Элькиазом. Но это такой себе контроль. Стрелу надо еще закинуть, умудриться. Как-то поэтому... У Эмбера руки развязаны. В принципе, неплохо. Так, ну а чем Эмбера закрывать будем для Воланда Мортов? Им бы тоже какого-то... Им бы Пака. Да, вот Пака что-то такое. Чем ловить... Чем вообще ловить героев Камады Кан здесь? Зацепа мало. Зацепа мало. Сейчас смотрим, что за зацеп у них. Ну, ДК вот сюда заехал. Ну... Не выдумывали ни те, ни другие. Минфест-бомба нужна на мидл какая-то под ластилер, чтобы ты просто с долгого стана ДК начал драку и попытался там как раз цепануть либо Марфа, либо Эмбер Спирит. Но не знаю, мне пик снизу все равно нравится на порядок больше, даже при появлении этого Эмбера. Я на Ханов, наверное, поставлю. Я уверен, что будет происходить всякое, так скажем, по опыту прошлого двух карт и неподдающиеся порой логики, но если брать чисто по пикам, да, Кана, конечно, гораздо лучше смотрится. Неподдающиеся логики, да, это прям про нас, это про Дивайн Дивизион. Слушайте, ну, как говорил Бика, СНГ Дота — это Дота первой карты, но тут у нас будет Дота третьей карты и посмотрим коэффициенты, предваряющие ее от наших друзей из париматч. 1.47 на Хан, 2.55 в Валдеморт. Недооценивают этих ребят, как мне кажется, наши партнеры, хотя на второй карте они дали для этого повод, будем говорить откровенно. Не забывайте про стопроцентный бонус к первому депозиту и отличную лайф-линию. Все это вы сможете найти, кликнув на баннер, который находится в описании нашей трансляции. Слово комментаторам. Третья карта. Ну что же, всем еще раз здравствуйте, уважаемые зрители. Третья решающая карта. Хан против Валдеморт. Мне, в принципе, серия понравилась. Вот первые две карты. Но на второй карте немножко впечатление испортилось из-за небольшой паузы. Третья карта. Пики интересные. Снэфаер против Феникса. Марс появился. Чайка в игре. Много-много чего интересного. Ну, мы ждали. Ну, здесь есть предназначение. Липаемся и редкликаем в яйцо. Вместе с бабулей. Вместе с бабулей. Да, на верочку. Ну, чтобы Феникс вообще ничего не делал. Так, чтобы Феникс даже на 25-м левеле ничего не делал. Просто бабулями радость. Минус яйцо. Достаточно сложно здесь играть на этом персонаже. Но, тем не менее, не просто же так его взяли. И не просто так отдали. Снэфаер. Возможно, могут. Я комментировал Дивайн Дивизион. Мне казалось, там половину героев берут просто так. Ну, кого-то что надо взять. Поэтому не знаю, не знаю. Посмотрим. Я скептически отношусь к Миране. К Миране? Да. А вот теперь, смотри, Мирана против Феникса все-таки. Ну, может, полезная будет? Ну, если Феникс не дурачок, он догадается не ставить яйцо. Вообще. Глубоко, да. Он просто будет стоять сзади, аккуратненько бить с Андреем. Яйцо он тоже будет стоять где-нибудь за ареной Марса со своей стороны, чтобы его не разбивали. И нормально все будет, я думаю. У Феникса, если он все сделает правильно. Здесь посмотрим. Ну, не знаю, мне Пико, Ханов, честно говоря, чуть больше импонирует. Здесь есть стандартная комбинация Марс плюс Феникс плюс Морфон достаточно силен, особенно вот если хороший игрок на этом персонаже. Плюс, опять же, Пикачу играет на активном герое. А Ластилер, да, первую карту он выиграл, и у него был абсолютно фрифаром. Если на этой карте такого не повторится, то у него все-таки будут проблемы. Теперь он не против Спектры, теперь против него будет другой хардлайнер. Так что посмотрим, как в свою линию отстоят ребята ИСХАН. Ну, здесь, так, что хорошего из Миранда. Ну, стрела взлетает в стан ДК, и это, ну, это почти как рор. Там может взлететь стрела на 4 секунды, может быть, на большее время. И хорошего СВА против этого нет. Вот когда у противника реально не СВА, то подобная комбинация реально может работать. То есть это в ленте, там, 100% килл. Там почти любого ДКшечка ворвался, Мирана продолжил, и Найк загрыз. Вот это хорош, это хорошо, это очень хорошо. Но другое дело, что... А что делать, если в тебя первым ворвался? Там уже Драгонайт, может быть, никого не достанет, потому что половина героев бегает в БКБ. Миран такая смотрит, фоткает. И Норм, если что, бежит на лейпе. Ну, а остальные герои, они вообще не понимают, что делать, поэтому... Короче, я за ребят справа. Вот, я понял. Я выбрал своих любимчиков. Все, теперь буду... Ну, Дим, некрасиво получается. Мы вдвоем знакомы за ребят справа. Мы вдвоем за ребят справа? Да. Ты сделала правильный выбор, мать. Выбор победителя. Выбор победителя, но тогда мне нравится быть. Проиграешь им, давай я буду... Победитель не очень хороший. Победитель не очень хорошее слово, это выбор. Надо слово придумать, пока я что-то не придумал. Несмотря на то, что я вот не люблю я ни ДК, ни Ластилера, буду за них теперь болеть. Все, давай, давай. Конечно, конечно, чтобы было интереснее. Понимаешь, просто если мы вдвоем бы захан, то как-то некрасиво получается. Вот тут, короче, Клокверк Пятерка. Я не любитель данного персонажа вот именно Пятерки, потому что ему и левел нужно быстро взять, это желательно 6. И айтемы ему хоть какие-то нужны, чтобы он там не отъезжал от Naix of the Rage. В общем, ему что-то нужно. Ну, как-то вот его некоторые команды практикуют, даже у некоторых получается. Но вот на Тир-1 я ни разу не видел успешного Клокверка Пятерку и не понимаю, зачем он делал ракетку, кстати. А где батарейка, друг? Просто он бы сейчас батарейку нажал, он бы ух, как объяснил ему. Он, в принципе, и так неплохо с ним разговаривал. Да, ну прикинь, как с батарейкой бы он объяснял ему. То есть так-то Рубен ему объяснил, если уж на то пошло. Сейчас как-то он стал уходить, понятное дело, у него еще пари-файр-мейт. Рубен ему объяснил, а Нюку Рубена, естественно, будет посимпатичнее, потому что он режет атаку. При этом Рубен еще хорастит и морфа, и, честно говоря, я вот не вдохновляюсь пока этим Клокверком Пятеркой. И я как-то уже хочу за ребят слева поболеть, потому что что-то такое. А что это за переоблачное? Ну, я думаю, что Клокверк поет сложно, и тут будет Феникс. А я что-то такое смотрю, неожиданность какая-то. Потому что Феникс на этой линии слабоват. Найкс он делает немного, файр-спириты снимаются рейджем. Не сказать, что он там с бабулей нормально хитуется, короче. Ну, что-то линии слева поприятнее по итогу выглядит. Единственная надежда вот в миде, то что Эмбер будет хорошо стоять. У Эмбера пока Кривстат много лучше. Мирана, она ему вообще ничего не делает. Ну, максимум тучкует, но он, естественно, переагривает, пушит линию, забирает роны. Поэтому темп за Волдеморф, а не на темпе. А это Морф, и он не на темпе. Ему Рубик бьет лицом, Клокверк там где-то сзади чилит. И перспектив пока нет на будущее. При этом Драгонайт, он еще может и в активную харзи за счет пассивочки. И когда-нибудь Драгонайт возьмет шестой, Морф тут же уходит в лес. Или на другой линии. Ну, давай смотреть. Лайфстилер и Морф формат приблизительно одинаковый. У нас нападение на Рубика. Рубик отбрасывает Клокверка ДК, им не справится. Поэтому приходится развернуться. В это время. Пивай Церпен. Ну ладно, у Морфа 8.3. В общем-то, это их выборы они сами решили. Я вот смотрю, как у Марса на сложную линию у него получше. Ну, у многих героев получше. У Наиксы, правда, что-то слабовато, на самом деле. Я думаю, что он как раз наоборот проблем вообще не будет испечивать. Но он что-то имеет очень мало. Пока линии очень равные. Мы видим, что ДК и Марс формят одинаково. Морф и Ластилер формят одинаково. И единственное, Мирана начинает потихонечку обгонять Эмбер Спирита. Ну, это пара до времени. Как только Эмбер будет там 5-6, там вообще он просто может убежать. Он может ее напрячь. У него слишком много аутов, что можно сделать. Вообще, очень давно я не видела Мирану в миде. Я думаю, что ты тоже. Да. Зато я ее на четверке регулярно вижу. На четверке? В своих играх, да. На четверке постоянно встречается этот герой. Ну, вот, кстати, я согласна с мнениями аналитикам по этому герою, что вот иногда кажется, так летит, так идеальный мир. Она настолько полезная, подмушает лайтшат. Вот такие выходы шикарные, там все здорово. А иногда она бегает приблизительно, как рип. Это вот здесь ей вообще никак нельзя бегать только со стрелами. Только стрелой попадать этого будет недостаточно, потому что в данной ситуации она является мидером. И от нее нужен очень серьезный импакт. Она достаточно мобильная, поэтому я надеюсь, что будет много перемещений. Но стрелы обычно взлетают, когда бегаешь на вражеской половине карты. У противника нет вардов, противник вообще ничего не видит. Ты спокойно просто прячешься за лесочек, видишь, как он выходит куда-то. Видишь, что он хочет сделать, и тогда стрелы легко кидать. Но в этом случае любой герой с нюком и с дизейблом тоже нормально смотрится, потому что он тоже пойдет и даст, например, нюк дизейбл и убьет кого-то. Поэтому такие варианты не особо приветствуются. А вот если брать, например, равную игру, вот представим, что ничего не видит Мирана, и драга на это сложно ворваться, то в этом случае уже, конечно же, нужно там, ну, удачу рассчитывать или еще на что-нибудь. Но пока что мы видим, это Эмбера, которая продолжает хорошо стоять, она вынуждена пойти на баунтер, она. Эмбера сейчас возьмут шестой и начнется веселье. Да. А снизу тут веселье у бабки с найксом. Найкс неплохо так пробивает. Да, пробивает. Бабка, мне кажется, не туда пошла, она совсем не туда пошла. Она бросает копьем до конца, еще буквально один удар нужно сделать, когда удар был сделан. У нас First Blood от Хана. Ну, там было видно, что как бы Марс не погибает, потому что там не хватало урона от слова совсем, и можно было просто печенькой назад к себе поближе вытолкнуть себя и уйти. А так он себя толкнул во вражеских клипов, потом еще оказался под вражеской вышкой. Еще можно отметить, что вообще Волдеморт достаточно такие необычные пики делают. То есть они уже сегодня брали Сайленсера, проиграли, а сейчас поставили Мирану в МИД, ДК на сложную. Ну, Мирана в МИД это уже необычно, ДК на сложную пусть и встречается, но в последнее время, вот особенно когда новый патч вышел, Китай его перестал использовать, да если тоже Китай перестал использовать, я люблю именно сравнивать по региону Китаю, потому что ДК в Китае, ну, все прекрасно знают, как этого героя. Вот если сравнивать вообще героев, то ДК у меня плотно ассоциируется с Китаем. А у меня с Китаем ассоциируется Мэйби на Эмбире. Мэйби на Эмбире? Да, он хорош. В Китае много чего можно сравнивать, там очень много таких профильных игроков. Есть, допустим, вот эти вот медовые, там почти есть каждый крутой исполнитель на каком-то герой, например, Мэйби там бегает, разваливает на Эмбире, или еще такие Крисмас новости, там такое ощущение, что вот люди, они прямо специально заточили некоторых героев, там, сыграв на них по 200, по 300 игр, и они вот как Анна на Виспе, ну, и там как Нотейл на Виспе, вот что-то похожее. Ну, я думаю, что с любыми, там, известными игроками по такого уровня, как Мэйби, у нас есть какие-то ассоциации с Тобсоном, не знаю, у меня, например, с Умаил, это Шторм Спирит, Артизия, кстати, у меня до сих пор ассоциация с Нагой Сиреной в Миде, еще в те самые времена, не знаю. Да, у меня ассоциация только со Сленом, который спорта. Ну, я так это... Ничего не изменилось за долгое время. Не за Спартах. Самый яркий момент. Нет, так он в Спартах стоял с двумя рапирами, ты что, не помнишь эту игру? Где он купил две рапиры, и его хурион законтрил одним спортом. Ага, я все понимаю. И Слен с двумя рапирами такой стоит и говорит, ну, что, нормально? Ну, это Артизия. Это Артизия. Ну, а сейчас у нас на боте происходит экшн, бабушка пытается выйти с помощью телепорта, получается это сделать, грамотно сыграла бабушка. В любом случае неприятно, потому что сейчас какое-то время Найксу придется стоять одному, но он справляется. Он комфортно себя чувствует, да, он с поезами, у него шестой уровень. У него почти 100 урона там, ну, да, плюс топорик там уже больше сотки, там еще пассивочка, и он спокойно добивает, Феникс ему ничего не делает. Как бы Феникс его не харасил там, он просто отхиливается, ну, и параллельный рейдж может поражать, поэтому снизу, возможно Феникс в обществе стоит уйти. Целеварня от Тикачу. Тикачу. Да, Целеварня. Это очень хороший килл, то есть убил Рубена, четверку, забрал руну, Миран там бегает, где она вообще бегает? Те, Миран. Где Чайка? Она на базе. Она возвращается на центр, то есть Эмбер успел убить героя, забрал руну, и теперь вот Миран такая стоит в центре, и любой Старшторм может быть задолжен фестами. Ну, и вообще, вот этот момент с соло-фрагом для Пикачу, это как раз то, что ему необходимо, чтобы начать играть агрессивно, то есть если тебе, тебе даже на другие линии ходить не нужно, к тебе просто приходят саппорты, дают тебе возможность вначале делать какие-то фраги, и потом с хорошим нетворсом, с хорошим уровнем, он просто будет бегать и убивать. И коэффициенты от нашего партнера по рематчу, 2.48 на Волдеморт, и 1.5 на Ханф на матч-куинер. Ну, я бы сказал, пока равная ситуация. Тут сложно сказать, кто прям хаворит, нажать действие Эмбера. Действие Эмбера, действие Марса на 6-м левеле, и Клакверка. Со стороны Дайер, это три ключевых героев сейчас. Сказал бы, что Феникс здесь такой суперсильный, потому что на их жмёт рейдж, Миран упрыгивает, и бабку разговаривает яйцо, поэтому слишком много вариантов, как законтрить это яйцо. А слева, кого мы ждём? Ну, мы ждём Мирану, которая что-то будет делать, гангать, стрелы кидать. Можно, конечно же, просто фармить, такое на самом деле тоже можно сделать. Просто берёшь Мирану и фармишь своё летострелой из старшей стороны. Ну, по фарму, кстати, Мирану даже немножко опережает Эмбера, хотя у Эмбера был фраг в соло, то есть пока у Иши всё очень здорово. Просто на мой скромный взгляд, если вот сравнить Мирану и Эмбера как двух коров, которые обязаны в замесе внести КПД, у Эмбера КПД будет в разы выше. Он намного больше урона вносит, намного больше урона вбитывает, он мобильный, вот, у него там чины с маленьким кулдауном, в общем, у Эмбера слишком много хороших моментов, где он лучше Мираны. И пока они просто стоят, ну, Эмбера, думаю, такое устраивает. Так, у Мирана хаста нужно реализовывать хасту. Вообще, хотелось бы, наверное, уже какого-то перемещения от этого героя. У неё есть Малайд Шадоу, и в целом она может себе позволить, но пока перемещаться у нас собираются Феникс и Марс. Мы что видим, что прожимают смоки, и как раз, возможно, будет выход у нас именно в Мид, на эту самую Мирану. Но здесь находится Сэнфайр, сделать выход, сейчас его... Сэнфайр выходит, встречает Марса, Феникса, сразу отпрыгнуть, Малайд Шадоу, ракетка откроет, только перемещение ещё от Гордонайта, и бежать, бежать сразу хорошо. Там стрела. Стрела? Стянулись, ДК подцепил Феникса, стрела, и Феникс отправляется в таверном. Да, вот есть два очень хороших героя, может быть, там ещё есть какие-то, но два самых, наверное, таких приятных героя, это ДК, Бесмастер и, возможно, Свардер. Может быть, ещё Кентавр, они просто идут вперёд, дают станчик, и если слива нет, то это вот так, как бы, стан, и потом ещё, ну, стрела, она почти как рот. Урона вносит достаточно, и контроль, естественно, огромный. Поэтому, если ДК на линиях вообще не показывается, лучше не бегать, потому что он может с Инвизой ворваться, это довольно-таки крутой сетап по дофраге, он может и линк купить, поэтому там почти любой герой погибает, даже морф, возможно, если перекачку не споет рубить. Поэтому он сейчас в миде стоит, бьёт, и получил крутостан. Стрела, стрела полетела, в Эмберспирита, рядом находятся Феникс, Коги от Клокверка, Лайфстиллер, Квадро Джон, начинается убивать Эмберспирит, Эмберспирит погибает, арена от Марса, Феникс под Хим, имеется, Клокверк стоит впереди, ДК дерётся до конца, отгоняет у нас Клокверка, выживает у нас в итоге Драгонайт и Снафайр, отходит, забрали только Эмберспирита, никого не потеряли, адресовали ультимейты, Марс ультимейт потратил пустоту, ну и очень неприятно, что погибает Эмбер, единственный герой с хорошим Натвардом. Очень странно, что он подошёл к Драгонайт и на Рейнштан, но по-моему всё очень просто, все прекрасно понимают, что будет, если Эмбер подойдёт на Рейнштана, поэтому нужно либо врываться первыми через Клокверка и Марса, ну так сказать, танком идти вперёд, если их будут убивать, ну они танкуют, это их задача, а Эмбер будет убивать, ну вот если Эмбер идёт вперёд танковать, то тут, естественно, добром это не кончится, поэтому Ханам нужно расставить приоритеты, кому идти вперёд, а кому стоять сзади. Забавно, что вот они так бери, Тауэр бери, но за ДНЛ в Марс вышку, тоже небольшой момент, но тем не менее достаточно важный, потому что сейчас Молдомор преимущество, 2000, они на стадии Ланюга заработали, так у нас Клокверка, у него до сих пор нет шестого уровня, это на самом деле большая проблема. И он, как бы, вот смотрю, у него очень мало денег, он не хочет рваться в Лайстилера 100%, вообще, ну он ворвётся, он убрёт, у него не левел, он даже нечистой левел, а этого вообще нет, и он не хочет рваться в Мирану, который нажмёт на Ли, поэтому вот он, как пятёрка здесь, что-то вообще не внушает доверия, так-то он мог хотя бы на левеле попробовать размотать какую-нибудь бабку, там ворваться, с плюс-один убить, или там Рубена напрячь, а сейчас он, что просто булочка, которая ракетку кидает на подсветку, и всё. И вы увидели. Лайстилер опять же собирается через Армлет, то есть у нас будет такая агрессия от Волтеморна приблизительно на то, что было на первой карте, у Марса уже откатилась арена перемещения от Марфа на Бот, и хотят подраться за Тавар на Боте. Но здесь будет драка. Бабка им сейчас объяснит, если бабка займёт позицию, тут полгероев убежит сразу, полгероев. Малайд Шадо от Мираны, и драка может сам поцепить Морфлинга. Морфлинга цеплять, цеплять, станчик, а Мираны нету, но надо сгрызть максимально быстро Марфа, не получилось этого сделать, даже урона от бабушки не хватило, вот не хватило Мираны прям очень серьёзно. Так, у нас стрела попадает в Феникса в полёте, ой, как неприятно, не будет суперного, Коги от Клокверка забирают следом Марса, не отпустят никуда Клокверка также, это минус 3, Кингспри для Мираны, подцепить дальше никого не получится, и это им ещё повезло, повезло, что Марфа сразу не получилось убить. Ну, во-первых, конечно, Феникс красава, зачем Мирана? Красава, то есть как бы Феникс Отарь, а Миран нападающий, он реально поймал её, то есть она летит такая днём, для какая, и он прям умудрился словить её, это... Ну, это, это правда достаточно забавный момент, такое редко случается. Ладно бы ночью, но днём это уж совсем перебор, плюс, ну, вот видно, что бабуля, она просто нажимает ультимейт, и все убегают, я не совсем понимаю, с чего вообще, да, решили, что они сейчас, ну, что они могли, когда у бабули был ультимейт, потому что Кокник без ульта, Феникс, против этих героев не особо работает, там Мирана бабули и Найкс хорошо разбивает яйцо, Эмбер пока без айтемов, про Морфа я вообще не молчу, он просто подошёл, получил стан, и всё убегает на науку. Так, ДК, здесь может подстрячь, ДК под сейв от Снэпайр, замечательный, практически добили Морфа, но Морф успевает про Грастики, Мирана идёт вперёд, Старфол, сразу же забирают Эберспирито, погибает следом Клокверк, Мирана... Они без кулдауна Клокверк, А я вообще не понимаю, почему они решили... Я не понимаю, почему они дважды решили, что они сильнее, я повторюсь, Клокверк, он до сих пор, он до сих пор, вот он такой бедный, маленький, ну, как бы он просто на зубок для Найкса, просто прыгает парень вперёд и его съедает. Морф сейчас не боятся, ну, если сравнить по КПД Морфа и Лайфстилера, то есть, Лайфстилер разы сильнее, ну, и танк, на дамаге, опенвансы, что-то накинет, отхилится, в общем... Да и пока Морф явно не хочет драться, вообще, я, наверное, на Морфе лучше всё-таки сфокусироваться на фарме, он эту игру может выиграть, кстати, подцепились на фаер, стрела не попадает, Марс, Феникс, врывается ДРК, сразу можно убить Феникса, Феникса убивает, Феникс, мне кажется, здесь вообще ещё ни одной суперновой не поставил, и непонятно, когда у него получится И вот я говорил про Феникса, если он пытался всех застанет, но если он застанет хотя бы одного-двух героев, это уже нормально, просто таких героев пойдёт, потому что здесь его нормально закрыли, а в итоге он вообще их не ставит, он лишил... Ну, у вас там они есть, то зачем? В итоге... Я не слышу, что где-то подкипели кого-то, а вон нет. Да, такой, в общем, 4000 голды за Волдеморт, они пока хорошо себя чувствуют. Трила, ну как же так? Это вратарь, это было... Это вратарь, да, он это поймал её. Это была такая очевидная, на самом деле стрела. Самая простая. Да, самая простая. Мне кажется, видишь, даже не старался, он просто бросал на ход и Клокверк ещё развернулся, чтобы точно её поднять, поймать. Очень приятно, потому что, ладно, Клокверк шестой уровень, пятая позиция, не так много, но то, что это с Оллоги происходит, вот это самый большой... Короче, это реально команда вратарей у Ханов, то есть они пока стрелы ловят отменно. Это вот та самая игра, где Мирана есть в игре, она кидает стрелы, и каждый герой умудряет себя поймать, но мы прекрасно понимаем, что на тир-1 уровне любой адекватный человек, который увидит, что стрела летит в него, он просто не на неё побежит, а от неё, но пока почему-то этого не происходит. Так, что там, 5000, нормально? Если 5000 есть, то надо идти реализовывать. На 17-й минуте 5000, это солидно, поэтому идём. У Леслера очень скоро будет изолятор, он будет очень больно бить, там поплохеет сразу и Марсу, и Марфу, там вообще в ближнем бою будет неравнее против кого-либо драться, и Ханамба... Надо собраться, ну, разок, ребят, давайте, разок, кукшот, арена-масса, и яйцо, хотя бы разок, ну, один раз, не хотим, да. Абсолютно правильно всё говоришь, хотя попробуем, ну да, если мы этого не будем делать, зачем мы вообще всё это напикали, правильно? Зачем мы взяли Марса, Феникса, чтобы... Если Клокверк изначально синициирует, прыгнет на... Так, у нас на Феникса было нападение, ага, Робика не попадает, копьё, но цепляют Феникса, стрелами раны немножечко не туда, но Феникс, в любом случае, здесь уже никуда не уходит, и вот неприятно получается, посмотри, то есть они ни разу ещё сами не синициировали за счёт кукшота, не было так, что Клокверк вырывается и разграничивается мест так, чтобы Феникс мог поставить яйцо, возможно, Марс может поставить арену так, чтобы было больше шансов. Я слышу флукшот от Клокверка, я слышу звуки, я тоже слышу, я не слышу, но не вижала, теперь вижу. Рубик. Теперь вижу. Погибает? Пойдёт. Ну, саппорт, но вообще и Клокверку фраг достался, но... Не, Клокверку надо фраги забирать, если он не заберет фраги, если он не купит гост в этой игре, и я не знаю, что он будет делать драки. Нужен гост, может быть Блэдмейл, может быть Худ там, что-то нужно против Бабки. Вообще, конечно, в идеале БКБ, но БКБ на пятёрке это мечты. Ну, что-нибудь, короче, потому что Бабка просто сотрет порошок ультой и ещё там в кого-нибудь постреляет, это не есть хорошо. Но знаешь, преимущество, это у Волдемор не растёт, оно падает. То есть было 4 тысячи, осталось 4 тысячи. Ну, они перестали фидить, смотри, Ханны перестали фидить, всё, они перестали идти вот эту вот пятером под вышку, пытаться что-то сделать, они наконец-то начали что-то меняемое делать, а именно Морф стал фармить. Морф так-то посильнее в лейте будет и Мирана, и Лайфстилера, ему нужно просто фармить, он вообще не любит куда-либо ходить, он любит просто фармить. Вот Клокверк очень нагло заходит, на самом деле, и сейчас по нему имеется Вижн, будут его убивать, всё дали мимо, но это не для того, что есть ДК, который точно попадёт своим станом, и фраг достаётся Миране. У Мираны старт просто вообще шикарный, она на первом месте по Нетфорсу, у неё уже Unstoppable. Пока Мирана показывает себя с очень хорошей стороны. Скоро будет БКБ, супер раннее БКБ делает. Ну, у неё Молнии, БКБ вторым слотом, то есть, в принципе, неплохо. Просто пока они набираются, можно пожанчить, взять что-нибудь ещё на урон. Тут почти все драки, она стоит и пиу-пиу делает. Дезолятор в Смоках и в Млайтшаду отправляются у нас в Вон Де Морд, и кого же у них получится подцепить? Возможно, это будет Эмбер Спилл, Стрела, 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 попадает Рубик ещё. Это очень хорошая комбинация, да. Ну, идеально. Они здесь... Мне очень понравилось, что ДК купил такой ранний Блинк, с которым они смогли вот эти комбинации проворачивать на протяжении всей игры и будут продолжать это, в принципе, и дальше. Ну, вот у ДК есть проблема, что иногда бывает, он купит Блинк, и нет ни одного пола, вот там герой есть пассивный, который фармят, там какие-нибудь Корр с Мидосом бегает, и он как бы бегает с Блинком и ничего не делает. А здесь хороший сетап, здесь... Опа, ещё стрела. Так, арена от Марса, Снэп Вайер ультимейт забрасывает, Феникса нужно попробовать забывать. Блин, добить Феникса нужно. Бабуля! Феникс, Феникс очень покосан, и опять же не успевает ничего сделать. ДК пытается отойти из-за места, Снэп Вайер под сейв, замечательно, Марс отправляется от таверну, ДК фокусит Морф, Морф добивает Драгонайт, и теперь их подходят сюда Клоквер. Там ДТ умиран. Отличная стрела, А, опять забирать Клокверка сразу же, Морф превращается у нас в лайфстилера, кстати, хорошая вот эта связка, когда ты превращаешься, у тебя рейдж появляется, и уходит отсюда Морф. Ну, сделал Фраг, ушёл, Морф вроде бы молодец, но это не отменяет того, что у нас 4 минуса от Волдеморд, и это... То есть, получается, они потеряли только ЛЮД ДК? Ну, даже в 4, потому что Эмбер изначально цепанули, сейчас уже не показывается, но... Морф выжил, у Морфа что-то есть, но этого явно недостаточно. ДК очень любит вот героев таких ударников, как вот Бабка, как Мирана, там Лина какая-нибудь, потому что он прыгнул, дал станчик, главное, чтобы кто-то продолжил. Может быть, даже Инвокер экзортовый сойдёт, потому что станчик есть, залетает стрела, и дальше уже Бабка может добить, вот как она сейчас добила Фенингсу льтой, и уже, ну, здесь предрасполагающий сетап, но всё равно, рано или поздно Бабка Бабочку стоит собрать, потому что магии у Хана хватает, там очень много магического урона, следовательно, ему вот после блинка Бабка Бабка варить мастхэв, если он дальше собирается врываться. Ну да, дальше, в принципе, ещё очень здорово, что здесь в теории Драгонайт может собрать Кирасу после Бабка Бабка, ну, не думаю, что он соберёт Аганим Кираса, пока не надо. Кстати, здесь у нас подцепили Снэпфайр, ракетка Эмбер, уже в крысе её отпускать ни в коем случае нельзя, она, конечно, пытается как-то выиграть время. Ох, она ещё и уйдёт, нет, вот просветочка и стрела принимает её Клоквер, как Клоквер забирают сразу, арена от Марса, Марс пытается просто выйти под Рейджом, Ластильер начинает драться, Морд прорывается забрать Марса вторым, Марс погибает, Феникс также отправляется в Таверну, Снэпфайр набрасывает свой ультимейт, черная попытка Ханов подраться, я не удивлюсь, если они сейчас ГГ напишут, потому что они реально делают всё, чтобы залить, вот, Fight Recap в студию, пожалуйста, в общем, потратили кучу ресурсов, чтобы убить бабку, бабку не убила, бабка просто как ниндзя, просто посмотри, нам грамотно показывает наш абсервер, они даже не наносят урон, она размансила всех, от всех убежала, там такая в итоге звонуха прикольная получилась, в итоге словили Стан ДК, стрелу Мирана, всё словили вообще, это при том, что они сейчас слабее, вот я не знаю, почему Морф хочет драться, почему он Детерил, вот так вот, так желает драться, блин, не знаю, в памятни, когда играешь с Морфами, вот они обычно просто фармят Детерил, а потом бегают 20-0, ну, не знаю, это, по крайней мере, опыт просмотра пабликов, опыт просмотра турниров, на которых играют там всякие ниши на Морфах, которые в Гранд Финале вытаскивают катки против Нигмы, играющие с Виспом Герокоптером, почти везде, картина одна и та же, Морф спокойно фармит Детерил, идет драться, здесь он, конечно же, нафармил Детерил, но медленно, у него 9400, у Наикса 11, у Мирана 12300, причем, как бы у него счет 1-1-0, вот он как бы один раз пошел подрался, а все остальное время он бегал с командой, зачем это, зачем? Ну, еще вот здесь он играет против Ластейра, то есть, в теории, у него есть БКБ бесплатная, и для него это вообще максимально здорово, ты на Морфе можешь себе позволять и врываться более агрессивно и там подобное, но, как раз нам показывал, ну да, он типа что-то совсем, не знаю, не ошибается, ну, по крайней мере, он хотя бы не умирает, то есть, в теории, здесь можно... я к этому иду, он не убивает, он не умирает, он мог просто фармить, все, не надо ничего делать, просто фарми и проси пацанов там гангать и оборонить вышки, ну, в итоге, что они, 9К отставания, сейчас уже сложно будет выиграть замес, вот сейчас БКБ на Эмбере почти ничего не дает, там Найкс такой заряженный, что он этого Эмбера съедает, у него там барабаны и все, Найкс и Марфа сейчас съедают, у него слишком много, там еще и Миран начинает бить нормально, там Айтон появляется, попытка бабку убить, смотри, оп, сейчас Эмбер показывается, но Малайд Шадоу, Клокверк, будет ли вырываться с лучшего хоп-шота, Эмбер просто улетает, зато Марс уже никуда не улетает, потому что его здесь цепляют ДК с Робиком, ДК с Плинком, кстати, интересно, а что Марс здесь сделал, Эмбер понятно, он ввел пачку, ну и Креп скипнул, а что хотел здесь сделать Марс? Ну, возможно, здесь еще и Клокверк рядом находился, думали как-то... хорошо, даже если бы они были вдвоем, Эмбер улетел. Трою, возможно. Хорошо, Эмбер улетел. Когда он улетел, то так уже, да. Ну, вот не получилось, и еще Клокверк. Короче, просто разнос, просто их бегают, всю игру, вот, я понял план победы с Мираной, все, вот есть комбан, стандыка, стрелами Рана, все, имбищи не Кондрес, они просто бегают, 7 минут, дают стандыка, стрелами Рана, а Дайр такие думают, ничего себе, ничего себе, что делать? И реально, как-то вот вообще нет игры от Ханов, они просто по одному бегают, умирают каждый там, на своей волне. А Волдеморт, они как в первой игре, помнишь, как в первой игре они задоминировали с Лайстиллером, там тоже был Лайстиллер? Да, да, да. И там просто в одну калитку, и сейчас видно, что это Лайстиллер, он прям, возможно, там координирует их, возможно, он там колит куда-то идти, потому что видно, что он суперактивный, он постоянно там где-то у вышки, постоянно кого-то бьет, грызет и прям... Ну, я вообще очень приятно удивлена тем самым Лайстиллером, потому что все Лайстиллеры, которых я видела и комментировала до этого, прям, как крайне вероят, в моих игр этого турнира, они все проигрывали. А здесь Лайстиллер, он вообще 5-0-6, и он очень активный, и он много перемещается, и знаешь, что? Тут даже собирает не Мидас, а собирает именно Адмитр, изолятор. Боевой парень, с Траганайтом он тоже... Кстати, у БКБшечка, ой, хорошо, и блинка, БКБшечка на троечке пойдет. У нас бабушка в соло уже гоняет Марса. Ну, что бабушка, чешуя, внучок, иди домой, иди домой, внучок. Ну, так и было, так и было, и Марси, правда, отправляется домой. Ну, вот про Клокверка, опять же, смотри, Клокверк, вот пятерка, не знаю, может быть, это где-то и работает, но здесь вот видно, что он просто вот, он просто вот бегает, знаешь, как дополнительное мишень для Лайвстилера, чтобы тот отхиливался, когда ему... Ну, нужно будет лишнее мишень. Там Уплываус повесил и пошел. Так. Лайвстилер на рейнджере. Работает, работает. Ну, знаешь, он практически половину Тавра снес. Да, да, да. Интересно, есть там у кого-нибудь урну? Урну, урну его похилить. Ну, кого-нибудь, наверное. Сейчас вместе с Драгонайтом они, я думаю, что Тавр такими темпами должны брать. Решили аккуратнее сыграть. Отходят, наступает. Ждут, пока ошибутся Ханы и вообще с... не знаю, с стильными Дреханом. Не, учитывая, сколько Ханы ошибаются, эта тактика, она приносит свои плоды, потому что Ханы прям слишком часто выходит, они выходят с базы, понимая, что у Ластилера сейчас Аегис, им хотя бы подраться, когда у Ластилера этого Аегиса не будет. Смотри, смотри, смотри. Он спрятался и ушел на хукшоте. Не, ну есть плюс, ты можешь на хукшоте уйти. Обходить будем? Есть минус, хукшот с кулдауном. Такой, мини-сейв самого себя, из себя любимого на это слово. Они как-то пытаются еще Тэфити, Эмбер может отбрасывать от этих ракетки Клокверка, Морф вышел, вот Аегис заканчивается у Ластилера. Драгонайт, кстати, ультимейт тоже должен уже подойти к концу, поэтому какое-то время мы, наверное, захода на хэнграунд не уйдем. Ладно, ну там очень скоро будет драка и, скорее всего, уже Хану ее проиграет, потому что отставание огромное. Морф, мы видим, просто катается по своей базе, туда-сюда, развлекается. Да, видно, что нетворсы. посмотри, что у нас происходило. Тут один... Последний раз так, достроят тавр. Там даже не тавр, по-моему, а вард или что-то. Подожди. Ага, вард. Это все, что они сделали. Ну, вот смог. Ну, все, все, хватит за терпеть, сказали Хану, пошли. Идут у нас, кто это у нас, ДК, ДК с БКБ, два брейсера, блинкаут, может теория сделать. Утимейт у него через пару секунд. И они с вами такие ждут. Такие ждут. Такая ракетка непалеванная, ДК. И такие, ну, парни, сейчас, сейчас, сейчас мы его примем, смотри, сейчас он выйдет, и мы такие загангаем его, пациент, сейчас. Надо ждать, надо верить. А Драгонайт, он посмотрит, ребят, наберете. Я просто пофармю перед вами и Рошана заберу попозже. Это Next Level Smog. Есть Next Level Play, а это Next Level Smog. Мирана, Dragonlance, БКБ, Мьелнер за Грейтила. То есть у нее прям очень плотно. Она вообще ни разу не умирала. Короче, Мирана в этой игре красавица. Снимаю шляпу. Такая Мирана тебе нравится. Ну, она полезная, она реально. То есть она редко бывает полезная, но здесь она очень полезная. Хотя, на фоне того, что делает Хан, мне кажется, тут любой бы герой был полезный, но она, конкретно в этой игре, я много пользы сделала. Вот, ну, что сидим? Ждем Рошана. Я в на месте Хан пошел бы, ну, разок попробовал именно не на базе поставить в смоках, а просто ворваться. Ну, понятное, что скорее всего их уже разорвут, но хотя бы надо посмотреть, на что способных комбинации. Ни разу же комбинации не было, сколько 30 минут уже, с этим ждем два ульта, даже три ульта одновременно. Тридцем минут не ждем. Они прикольно заняли позицию, смотри, Буги справа чистят в этот кэмп и линию подпушивает, не дают отпушить. По центру ребятки работают, ну и сверху там вон Рубик бегает или Наикс, они тоже мешают. Эмберу ходить, бабы. Видно сейчас Эмбера? Куда пошел Рубен, пошел Наикс, Наикс, кстати, что там, Наикс Эбисла есть? Нет еще, он, по-моему, вообще себе там... Затаился, затаился. Наикс крадется, пошел сюда, пошел сюда, и улицу. На Рубик какой-нибудь? Не смог. Ну да. Так, ДК продолжает чилить. А сейчас, смотрите, на ДК. Стран стрела. Стран стрела. Три. Ну вот, Куранье врывается на Морфа, Морфа, Арена. И, наконец-то, кстати, яйцо, но яйцо надо разбивать сразу, никто яйцо не бьет, они пытаются убить Марса. Они Марса зачем-то, яйцо взрывается, Миране придется отсюда уже бежать. Вот, смотри, хоть что-то получилось. По сейв, на развороте, Клоквика забрали, но погибает Мирана, 75 секунд, байбайка нет, сюда подтягивается Ластиллер вместе с Рубиком. Да ладно, они это сделали. И Снэмфайр также погибает. Господи Иисусе, мы можем, подумали они. Еще попадает копьем на Снуарф. Да ладно, пацаны, что серьезно? И в один, и неплохой камбэк. Прости, что я перебиваю тебя, но ты видела? Они смогли, боже мой. Да ладно, так можно было сделать, так можно было сделать в любой момент. Я скажу, более того, пока не было бы КБ у Мирана, так можно было сделать с нуля. То есть, понятное дело, что сейчас Мирана дала им шанс, потому что она зачем-то била Марса, я не понял, зачем она била Марса вместо яйца. Нет, тоже этот момент. То есть, один бьет яйцо, второй Марса, очень интересная игра, но они хотя бы попробовали уже, уже хоть что-то. То есть, если как бы не делать ничего, понятное дело, что противник никогда не ошибется, потому что, ну, Ханы ничего не делают. Но если хоть что-то делать, возможно, я говорю, сто процентов она била Марса, я это видел. Смотрел, вот они убьют. ДК, вот станчик, и... Вот она, смотри, начает бить Марса. Бьет Марса, прямо в щит, потом дальше бьет Марса. Она сделала, по-моему, удар. Один удар она сделала, а видишь Марса, Марса, она его чуть-то не убила, Ну, это я, она его не убивает. Не один раз удар где-то, его все нужно бить, бить его нужно. Короче. Все, я ее похвалил, и вот видишь, я хвалю их, вот я добр к ним, я, не знаю, я слишком добр к ним. Вот когда я их критикую, они нормально начинают показывать, все во всей красе. А будешь ли ты критиковать Марфа, который сейчас должен погибать, но успевает, выживает, не хватило урона, сейчас Клокверк у нас, вот Клокверк грамотно сделал, что прыгнул, и не подпустил всех. Клокверк удауны есть, но они не в позиции. витра, в Феникса не отпускают, и не в яйцо в кулдауну. Так, кулдауны есть, но они сейчас не в позиции, там поймали одно, второе, некоторые говорят далеко, в общем. На Рошана. Да, Рошана не дадут, не факт, что они смогут отдефить вот конкретно Аегис и СССР, это уже небольшой перебор, там где-то будет 18К преимущество, но может быть, Вилдеморт ошибутся, кто его знает. Может быть, Хан и сейчас реально сделают все очень круто в плане комбинушки. Может быть, Мирана снова будет бить Марса в лицо. Кто его знает? Она вот только что его в лицо била, может быть, она еще раз его побьет. Ну, слушайте, все мы люди, все мы ошибаемся, и Мирана бьет. Да, я и говорю, это шанс для Хан и СССР. То есть, я же не говорю, что Аза-за, посмотрите, какой Нубас. Я говорю, что он битву в лицо, а выводы уже делаешь ты. И ты как раз говоришь о Нубасах, не говори так, не надо. И то, что люди ошибаются, и так всем ясно. Мы его не душим, мы просто озвучиваем то, что происходит. А дальше, что есть от восприятия? Восприятие таково, что сейчас Хану нужно будет, наверное, перетерпеть самый трудный этап в этой игре вообще, самый трудный. 18к, а Игисыр. Очень мало этому, очень мало. Прям очень мало. Теперь очень многое будет зависеть от байбеков. Если хорошо Валдеморт потерутся, то как раз только байбеки смогут спасти Сидот для Хан. То есть здесь какая-то надежда, что может быть кто-то придет отпушивать и подставиться. В принципе идея неплохая, но мы видим, что никто из Валдеморт не идет. Очередная руна дабл дэмэджа, хорошая. Там либо Ластилер, тут вообще любому герой зайдет. Даже Драгонайт уже более-менее с руной, потому что у него денег нормально, у него денег как у Марфан, а это тройка ДК. И Валдеморт, я не знаю, чего они ждут, им надо поактивнее. То есть можно, конечно, надеяться, что сейчас Хана выйдут с базы, но лучше просто пойти. Пока вообще ничего у Ханов нет, пока они у них в позиции, вот надо попробовать. Слушай, Тима, вот смотри, по поводу ДК, а почему не Аганим? Сейчас как хуже он стал? Да не знаю, мне больше нравится это БКБ и коньки раз. Я думаю, им хватает урона и все остальное. надо просто забафать своих. Морф, Репорт, ДК, идет вперед. Ничего не получается, снафая забрасывала ультимейт и Феникс пролетает, Марф, впитывай, башики, башики, он просто пока идет, Марфа, можно запокусить, уталкивает, лайстиллер, ультимейт. Ну, потратили кулдау, можно пробовать наказать их. И тут Эмбер получает стрелы, стрелы не будет. Стрела не пойдет. Ластиллер отсюда уезжает. Смотри, отбились, вот если бы еще кто-то подцепить в этот момент арены Марса кого-нибудь, убить хотя бы одного, это уже норм. Сейчас увидят дабл дэмэдж, захотят вернуться. Ну, форма ДК пока работает, можно пробовать. Не хватает урна какой-то, они фрагов очень много сделали, ну, просто легкого подхила, потому что его нет. Кстати, очень странно, неужели... Или какого-то, знаешь, этого паладин-сворда не хватает, они реально там что-то битые бегают, из-за этого пуша замедляется. А там морф, как бы, весел, морф, БКБ, нет? Вот именно, я не понимаю, почему. Там, 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 вообще, это, знаешь, намек, что какая-то шива еще прикольно, с Кади кому-то и прям вот здорово. Ух. Ну, я не верю, что они будут за следующего Рошана, ребят, давайте, давайте, посмелее, у нас все есть, мы уже на пике своей мощи, вперед, вперед, вперед. Как, кстати, сходил, есть, правда, Марка. У него тех, он есть. Ластиллер встречается с Марком, Марс арену поставил, в принципе, неплохую, можно попробовать хотя бы что-то сделать с Ластиллером, но у него имеется, у него имеется сыр, и если он успеет его поражать, а он не успевает его поражать, в итоге у нас остается Снэпфайр, Снэпфайр можно забить, вообще без всяких проблем, она, конечно, выигрывает какое-то количество времени для своей команды, чтобы она успела отойти, но это не отменяет того, что она погибает вместе с Ластиллером. Какая красота, вот, вот, наконец-то, я только не знаю, почему все наши команды считают своим долгом закинуть там 15к преимущество и потом камбэкать, почему, ну, нормально, вот уже красивая аренка, яйцо рядышком поставили, ну, не в пять героев, чтобы он летал, да, а просто вот рядышком, там бабка подойти не может, Мирана боится подходить, ее там прогоняют сразу, в общем, можно играть, можно играть, может уже раскачался, ну, более-менее, он же Мирана почти догнал, то есть, еще вот пару таких комбинаций и камбэком будет пахнуть, запах тоже есть, ну, все ближе и ближе. А вот, очень обидно для Волдомоев получилось все, что не смогли прожать сыром на ластерии, а не нагло пошли вперед? Все правильно, никакой обиды нет, он пошел вперед, он получил то, что заслужил, все правильно. Еще и Тавр падает. Сейчас был так вот эти вперед на Найкс, иметь такое преимущество, и обижаться, что слабо играешь. Нет, все нормально. Я бы еще, не знаю, на месте Доты, если там вот она, ну, там, я бы еще дабл демэш Марфу где-нибудь закинул, короче, перед решающим замесом под Рошана, или какую-нибудь руну волшебства для Айнбера, и вот тогда будет норма, потому что ДАР сейчас, они, наконец-то, они сэволюционировали, то есть, они спрогрессировали, это хорошо. Когда команда прогрессирует, пусть я отставал, как бы сразу, она вот так вот сразу начала играть вот где-то там минута с 20, то все было бы вообще шикарно прямо сейчас, но они как бы вначале закинули, теперь они спрогрессировали, и симпатии переходят на их сторону. Все, мы теперь, мы болеем за ребят справа. А, ну я изначально за них болел, да? А ты болеешь за ребят слева до сих пор. Да. Да, точно. Поэтому это так, это защищающие. Нет, я просто защищаю того, на кого угонишь ты. Ага, а вот так вот, Да. И вот, кстати, сейчас будет очень важный замес, потому что обе команды в смоках, ДК прыгает за Клокверком, Клокверк получает стан по БКБ, Марса, Арена, Снэпайр, набрасывает, Клокверк погибает, Клокверк байбайкается, яйцо лопается, пытается выйти из замеса, у нас фокусит Мирану, Мирана подпил, имеется, Мирану нужно спасти, Мирана за Мираной просто все, Мирану не отпускают, это размен 2 в 1, только лишь Клокверк погибает у Хан, и теперь Ластилер начинает драться, байбайка от Рубика, здесь же погибает Феникс, прорывается Клокверк, после Ластилера, Ластилера не должен отпускать, Ластилер никуда не уходит, у него имеется байбайка, пока не делается, Феникс не байбайкается, Эмперс получает станчик от Драгонайта, Копье, ДК, Эмпер, Шива, нет, ну, конечно, ДК очень плотный, но не настолько плотный, Надежда умерла, чтобы принести такое количество урона, и это сейчас покажет Файтер Кап, видишь, можно прям в час, я думаю, мне тренером, ну, не Тир-1 команду, конечно, но Тир-2, я думаю, там я, как раз вот так вот, встану за ними, такое ощущение, что, знаешь, как будто они стрим наш слушали, вот, поверили, вот я поверил в них, они в себя поверили, и все, и пошел процесс, все, вот сейчас уже, я считаю, что 10к, это уже мало, они сейчас еще резнутся, там ребятки подфармят, расставят вардики, все, можно, можно играть, комбо, вот из комбо реализую, все, неважно, решили попробовать, да, можно, можно, на байбек, все разве, никого им, и там по-любому, если есть жадный, ночс, который не хочет делать байбек, он думает, ах, сейчас я появлюсь, и потом ворвусь, навыческу должен потерять, так, он может быть, попрасывает, она такая плотненькая, но и конечно, она плотненькая, ну, посмотри, он, он должен потерять барак, Он должен потерять барак. Байбэкнул с бабкой по итогу. Блин, бабуля. Отрабатывает на байбэках за внучка. Это минус сторона. Очень, конечно, нагло сыграли Ханы, но, тем не менее, это окупилось полностью. Они забрали бабушку, развели ее на байбэк. Плюс забрали сторону. И преимущество у Валтеморта, вот эти 5000, которые на данный момент мы видим, это вообще для них не преимущество. Сейчас полностью по игре. Да, они комбэкнули, сколько они там, тысячи, по-моему, 17 они проигрывали, там еще была ЕГИ, СССР, а сейчас уже 4К. Это вообще не то. Так вот, мой посыл вообще ко всем, наверное, Тир-1, Тир-2, Тир-3 командам. То есть, если воздушит, то сидеть на базе, это уже прошлый век, там, не знаю, может быть, может быть, там, я даже не знаю, когда можно было сидеть на базе. Там всегда команды хорошего уровня, они, естественно, захватывают преимущество. Если как бы все слабо, ну, если все плохо, то сидеть на базе не вариант. Даже если достаешь 15 тысяч голды преимущества, есть комбат, то лучше попробуй. Один раз. Вот они попробовали, молодцы, поверили в себе. Еще разок попробовали, хорошо. И теперь вот просто график идет вниз, морф раскачался, морф бешеный, у него бабочка, Этериал, Скадис, Атаник. И еще посмотрю, как по экспе прям вырвались. О, Котик, Дмитрий, вы прям завелись. Не, ну я радуюсь, я радуюсь. Просто мне, на самом деле, было грустно смотреть, как как бы одни бьют других, и все это происходит очень медленно, не уверенно. После вчерашних матчей, вчера же, по-моему, работал, да, там, Сикрет и Ликвид, я вот смотрю на это, мне грустно на это смотреть, то есть никакой борьбы, но, слава богу, боксер это вспомнил, что можно не только защищаться, но можно и бить. Знаешь, есть такие игроки, как, не знаю, как рыцарь с двумя щитами. Он стоит и защищается всю игру. Так, что там? Очень хорошие артефакты у Морфата, правильно отметил, все дорогие, то есть Сатаник, это бабочка. а у Найкс как будто вот вышел из секонд-хенда, или откуда там обычно выходит, то есть у него там, почему-то Эбисол недоделанный, МКБшечку, ну, то есть, знаешь, все такое дешевенькое, ну, кроме Тараски. Не сказать, что Тараска хороша против Феникса, вот, по-моему, против Феникса Тараска, это последний айтем, который лично я бы взял, это вообще, по-моему, последний, что нужно брать против Феникса, когда играешь. Видимо, увидел бабочку на Лайс-Стелле и решил собрать МКБ. Кто именно? Лайс-Стеллер. Лайс-Стеллер увидел бабочку на ком? На Марфе. Да, ну, это он, ну, ну, ты поняла. Я понимаю, вопрос, зачем Тараска ему, вот, и все. Ну, Эбисол хорошо там, МКБ хорошо, да и дал все, что угодно, кроме Тараски, хорошо. Ну и все? С колен встают. Вот прямо сейчас наши СНГ Доту встают с колен в виде хана. Вот прямо сейчас они встают с колен. Эмбер нападает на Мирану. Мирана, Фонхб материала. Здесь находится рядом Рубик, Клокверк будет пытаться хоккшотом подцепить хотя бы кого-нибудь. Мирана битая, подхилить нечем, но... Прожимает форму. Да, далеко остальные. Марс, копье, полетела стрела, никому не попадает. Найкс беги. Опять же, никто не бьет. Каштек на Экс беги. Экс Нфайр, Ультимейт, Драгон Найт под БКБ, поэтому какое-то время поживет. Здесь поцепили еще СНФАЕР, то есть потеряют они СНФАЕР и Драгон Найта, но остальным нужно спасаться бегством. Ну, тут уже карман. То есть тут видно, что Мирана не вывозит. Она какое-то время хорошо работала стрелой, когда они нападали первыми все время через Тан-ДК. Вот помнишь, я еще говорил на чайльдрафта, а что если ворвутся не первые? А что если не Драгон Найт и ворвется? Что если врываются Ханы и жмут БКБ? Там Марс БКБ, допустим, Эмбер БКБ, ну и может быть Морф там просто за спину залетит и его сложно будет задезеблить. То все, стрела она особо не работает, Старшторм, тоже прохладная история против БКБшек. Модификаторов на Атак Спид у нее немного, у нее ловкости просто неплохой, ну, морфа, естественно, больше. Липы, ну, только лип какой-то превосдает, но все равно маленький. И в итоге Мирана по сравнению с Эмбером и Морфом она уже не дамажит. Вот она максимум, на что может рассчитывать, это комбинация стан Драгонайт и плюс стрела. А если этой комбинации нет, то Эмбера уже раза в два полезнее, чем данный персонаж. Еще и Лизинист Кейп, и Морфа. Да, да, да. Очень приятный для него артефакт. Добили барак по миду и теперь заходим на Рошана. Рошанта номер 3. Что у нас там у Рошана? Конец игры, считай, это уже без вариантов. Да, Морф становится слишком силен. Два раза тут его почти нереально бить. А к ним Рефрешер что нам подарит? Найкс живет только в Рейдже. Если Рейдже заканчивается, там, копье Марса, да там, не знаю, чайные Эмбера, там, что только не влетает, и он просто погибает секунду за 4. Рефрешер, Рефрешер и вроде бы Эмбер собирает. Хотя, на самом деле, я думала, что с Рефрешером можно даже Марсу было бы. Я думаю, одной арены одного яйца будет достаточно. Здесь БКБщика важна, очень важна БКБщика. У них драки мало времени длятся. Скорее всего, когда будет поставлен второй арен, там уже, наверное, драк закончится. Уж слишком много урона от Марфа. Он такой, прям, мощный кор. Я смотрю, мать-то что-то приуныло все. Ну, конечно. Пало духом. Моя команда проигрывает. Не доигрывает. Не доигрывает. Мальчики. Я хочу отписать, что я начальник сказала, что в игру Тхан. Из-за того, что ты забрал себе их, мне нужно было тоже создать интригу. ты была достойным конкурентом. Я буду болеть за него. Была хорошая позиция. До самого конца. Да, ну. Морф приобретает себя рапиру. Ну, это, наверное, вот и конец. Ну, это лишнее, думаю. Не, в принципе, рапира-то в такой ситуации это мощное оружие, но можно было и без... Рапира-это риск. Они уже имели карбланш. А вот, допустим, даже если бы сейчас зашли и все умерли, ничего страшного. Они потом бы арестнулись, там кто-то байбэкнулся и все было бы хорошо. Вот с Рапирой есть шанс, что Морф сейчас отъедет два раза. Он маленький, он минимальный, он там меньше одного процента, но есть шанс. Итак, давай, стрела от Мираны, стан ДК, все, пожалуйста, в Морфа. И так вот несколько раз. И корабль желательно. И корабль, и артайл основного желательно в Морфа, чтобы точно не пережил. Ну, тем не менее, пока Морф... И, кстати, нападают именно на Морфлинга. Морфлинга пытаются запокусить, выбивают мгновенно, айеки ставятся, яйцо Феникса, его пока никто не бьет, и рано пытается, но она как-то... У нее не получилось выделить, по-моему, яйцо. БКБ не контроль. Ладно, они забрали Клокверка, Морф уже без айекиса. Нужно преследовать Морфа, не отпускать этого Морфа. И Терапира — это лишнее. Я считаю, что это Рапира — это лишнее. Ребята, вы живы, живы, идите за Рапирой. Да, эта Рапира — она лишняя, она дает шанс теперь Волдеморт. Замечательно, замечательно. И теперь уже мои симпатии идут на сторону Волдеморт, потому что... Я не люблю давать шансов. Когда я играл, я никому не давал шансов. Мы брали преимущество, все, мы шли и заканчивали. Дважды в гранд-финале НТА. Потому что мы захватывали преимущество. А в нынешнее время почему-то каждая команда считает своим долгом дать шанс противнику. Зачем? Зачем давать противнику шанс? Зачем брать Рапиру? Зачем? Не надо давать шансов. Нужно просто играть вот в ту доту, в которой они играют. Поэтому он там трижды думает перед тем, как влететь. И резко как-то смелость ханов ушла. Хорошо. Да. Но это же замечательно. Ты же хотел борьбы. Довольно. Конечно, довольная. Я просто, ты видишь, расцвела улыбка из моих губ. Я уже начинаю за ребят слева болеть. Я хочу, чтобы он потерял. Подожди, подожди. Что это такое? Он должен... Ну, вообще... Сначала забрал у меня хан. Те, кто играют так вот на профессиональной сцене, я желаю им потерять Рапиру. Это лишнее действие. Нужно показывать максимально. А я наоборот болею за Рапиру. Потому что, конечно, я люблю таких игроков, которые любят рисковывать. Ну, вот поэтому мы и занимаем последнее место в Immortal-регионе. И там, ну, на Интах не особо успешно. Поэтому ничего против не имею, но пора бы уже... Ну, для зрителей, для комментаторов за этим же просто приятно наблюдать. Для зрителя, для комментатора будет приятно наблюдать, если мы в Гранд-финале будем не 5 раз Сикрет наблюдать, который месяц 3-0, а наших мальчиков, которые месяц Сикрет. И на Инте не Нотейло, дважды въезжающим на ИСП, а наших мальчиков, которые въезжают хоть на чем. Я хорошо, замечательно отношусь к Нотейло. Так, у нас стрела залетает в Марс. Марса можно заплокнуть. Марс очень-очень плотный, Эмбер поставили суперновую, заходит в мор, замес, Феникс отправляется в таверну, Марс, арена стоит неплохая, кстати, это... Ну, тут разорвали. Да, Феникс впитал, как батя. Ну, там было такое яйцо, что он, как бы, видимо, даже не надеялся, что оно, как бы, взорвется, но просто устал, чтобы принять удар, и удар он принял крепкий. То есть, пока его били, били всех остальных, почему так шикарно все стояли, Марс по всем щитам месил, Эмбер по всем фистами вбил, там просто так кучненько-кушненько, и, естественно, там Марс, я уверен, с Эмбером надамажили. Кстати, у всех байбеки есть, смотри. Дисциплина. Ну, хоть здесь они дисциплинированы. Ну, и теперь нужно... Пластира нет, у него есть байбеки, и вообще он не байбеки, и ничего он ждет. Байбеки, и стрелы летают. Резко это когда? Когда он две стороны потеряет? Нет, я имею в виду, чтобы, не знаю, как-то под какой-то выход. А-а-а, какой-то выход. Чтобы прыгнуть на Марфа, хорошо, мы ждем ничего. Надо с Лайстилером резко, 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 резко с ДКС. Как резко он? Но пока не заходит, почему-то, я сама не понимаю, почему он не байкается, ему все равно придется. Опа, ну вот тебе резко. Ну вот теперь не резко. И как бы, он сейчас замес будет? Ну-ка. Так, у нас пошел замес, ВКБ от Мирана, пытается зафокусить к локвере, как-то, выяснишь, с байбэком, так оно и есть, на развороте Лайстилера. Нужно отойти, Марс, арена, Лайстилера пригвоздили, Лайстилера нужно заполнить мгновенно, после байбэка погибает 120 секунд без него. Ну и Мирану поднимают, Мирану, Light Shadow, The Foxy Dragonite, ДК, также без байбэка. Молодцы, дожали. И Good Game, Well Played, это минус 2 кора. Ну что же, в общем, в любом случае, они молодцы. Рапиру не одобряю, но они молодцы, мои мальчики. Все-таки, разок они попробовали. Дмитрий, вы перебываетесь чаще, чем мы. Нет, я ему желал потерять рапиру, но я не желал ему проиграть эту игру. Вот, поэтому, посторожней со словами, Леня. Он все-таки дожал. Конечно. Это же ваши мальчики. Конечно. Ну, в принципе, честно, серия была забавная. Рапиру здорово для экшена. На третьей карте очень здоровский камбэк совершили у нас ребята из Хан. Хотя шансов, на самом деле, было у них немного. Они там уже проигрывали под 18-19 тысяч. Айгисер здоров. Да, да, да. Все верно. В общем, Чайка проиграла, естественно, это еще один праздник в моем дворе. Хотя она первые минуты игры была хороша, но потом было видно, что этот герой на корр позиции не нужен. И, естественно, наша студия аналитики объяснит, почему вам слово, ребят. Как Димон прозаично вышел из кадра после... Уплыл просто буквально. Слушайте, ну, замечательная серия получилась. Счастливо, челядь, я ушел. Да, да, да. Дима свою работу на слоте комментатора сегодня закончил, но к нам сюда еще придет, но без него мы как-нибудь эту карту разберем. Было бы прикольно, если бы он сейчас вошел. Да, не, хорошо, хорошо. Ты зря. Дима, если ты там за кадром сейчас нас слышишь, приходи сюда, организуем, сюда присядешь на подлокотник, микрофон тут в целом есть, вот, пообщаемся вчетвером, так сказать. Слушайте, залили ребята из Валдеморта в эту карту. Да, ну, как сказать, залили. Уханов просто внезапно ребята из КАН поняли, что у них, оказывается, есть хорошая комбинация в пуле, в своем. И если не по одному как-то по карте умирать, а выйти в пятером, нажать кнопки и подраться нормально, то вроде как и работает. Ну и по итогу это и произошло. В начале не особо получалось, там стрелы очень четко залетали, это как раз моменты, когда Феникс под наикарус дайве там вырывается в него, сразу на ходу стрела влетает, не знаю, да, вот это как раз тут и будет, по-моему. Это тот самый момент, да. Сейчас он где-то тут будет пролетать. Ювелирная работа от Феникса действительно. В общем, в начале не клеилась. Настолько согласованные действия, причем игроков из разных команд. В начале все хорошо было, опять же. У тебя Ластилер круто работает, пока у морфа нет дэмэджа. У тебя Феникс пока маленького уровня, очень быстро можно Супернову сломать, опять же, за счет того, за счет Ластилера, за счет Мираны. Мирана мид выиграла в салат. Мирана мид выиграла в салат, опять же, там стрелы в это в эмбер спирита залетали очень неплохие. А чем ближе к лейту, опять же, морф обрастается. Его забрать, мы как говорили, по драфту практически нереально, потому что берста нет. Он живет, он очень много дамажит. Это раз. Мирана становится, в принципе, как бы не таким крутым персонажем. А вот показательный момент, на самом деле, игры от Марса здесь. Это неоднократно, когда, ну, какую-то не совсем ненятную игру показывал Чешир, как по мне, на этом герое. Вот. Так еще один вопрос меня мучает, который мучил меня на протяжении всей этой карты. И первое, на самом деле, в этой серии тоже. Почему Хан в один момент реально для себя решили, что они могут драться? Особенно в начале. Они почему-то принимали какие-то драки, явно где они в проигрыше, куда-то бежали под вышку, умирали. Почему? Ну, то есть, вы просто слабее, вы должны понимать, что вы слабее. В итоге вы забегаете под Т2, умираете и еще больше денег даете. Тоже драки, жрешь морфа, в лейте выигрываешь, все. Как бы, тут нужно было просто не нафидить. Они нафидили очень жестко, на самом деле. Их тут Валдеморты должны были закрывать. Вот тоже. Вот это, кстати, баг может быть. Да, вот надо распирать. Два удара есть, можно было кликнуть. Я сначала подумал, что возможно прокликать нельзя было. Он, конечно, в первых 3 в Марсе, он, наверное, кликал на Супернову, но попадал по Марсу. Попадал по Марсу, скорее всего. Вот и решил перепрыгнуть как раз. И, может быть, с другой стороны он начал уже там вроде попадать. И, по сути, ведь с этого момента камбэк начался. Вы понимаете, насколько мелкий, казалось бы, нюанс эту игру решил, по сути. В доте много таких нюансов. Ну да, просто этот конкретный случай, он еще любопытен с той точки зрения, что, ну, это же, казалось бы, да, просто попади мышкой. А там это не так просто. У Марса же модель здоровая. В эпицентре драки, да, и ты там можешь просто не успеть прокликать, либо кликнуть не туда. Всякое бывает такое. Ну, что поделать? Да, любопытный момент, конечно, получился. Ну, и после этого, собственно, камбэк и начался. Да, все в лете. Просто у тебя Клок уже начинает лайстилеры закрывать неплохо в Коге под комбинацию. У тебя Марс скиллами попадает, у тебя все толстые не боятся мортиры. Да, яйцо стоит постоянно, оно падает, да, его, потому что все сейвят уже. Что по нему нужно огромное количество ударов сделать в лете. И ресурсов уже не хватает. В мидгейме все классно, а вот в лете пик справа, пик уханов, он намного сильнее смотрится. В принципе, они это и доказали, да. Они хоть и проигрывали 15 тысяч, там в один момент именно драки, они сухую практически проводили. И вот эти 15 тысяч за счет драфта, за счет силы драфта, они вообще не ощущались. Да, но старт, конечно, у Волдемортов был очень хороший. Прям один момент был очень бойзный за Каном. Такое ощущение было, что уже все. Как бы вот эту линию пересекли, которая уже, линия невозвратная, так называемая. Они закончили, видишь, сколько, на 8 фрагов все преимущественно. Удивительное дело, Волдеморты три карты выиграли, а иду со счетом 0-3. Вообще. То есть в каждой серии одно и то же, натурально. Ребята, там в какой-то момент все нормально, красавцы, отличная дота, а после этого проигрывают серию. Статистика чуть неправильная, Да, у нас, я так понимаю, счет надо конвертировать в другую сторону. В пользу ханов эта серия завершилась, конечно, да. Ну, одни ребята заслужили, а других, конечно, ну, не знаю, надо ли жалеть. По-моему, сами виноваты. Просто забавно, что такое происходит уже третий раз подряд. Ну, с другой стороны, ханы здесь могли обжечься, вот этот вот выбор рапира под конец от морфлинга тоже были опасения, потому что можно рапиру и потерять, и это как бы могло позволить и камбэкнуть в обратную сторону. Трудно пробить, трудно забрать. Опять же, он ее собрал под аегис. У него один раз можно ошибиться, второй раз уже будешь поаккуратнее играть с этой рапирой, поэтому рапира неплохой выбор, опять же, демонтажить быстрее, ты уже хочешь на рампу заходить, поэтому состояние падает быстрее, лайстилера ты пробиваешь очень серьезно в блокинбаре, ну, в рейдже, соответственно, поэтому вроде она неплохо заехала, и она дала вот этот дополнительный дэмэдж, который нужен был. Да. Если у нас есть актуализированные группы, то предлагаю на них взглянуть по завершении этой серии. В целом, Ханы, благодаря победе в этой Best of 3, они, по сути, себе сохраняют жизнь в групповом этапе, потому что объективно, если бы они проиграли, то все бы, конечно, стало у них сильно хуже. Волдеморты пока что идут без побед, все у них печально, надо сказать, и тем самым, ну, этим поражением они, мне кажется, лишаются возможности выйти в плей-офф уже. Ну, по-хорошему, 0-3, да, ты не выходишь. Ну, считай, ты проиграл первым трем командам, и все, эти три команды, ты даже в очном противостоянии, если там будет считаться, да, по личным встречам, то, скорее всего, ты именно по этому критерию не пройдешь. Да, у них там из соперников остались темпа, которых, ну, теоретически можно обыграть, и ребята из Omega Lill. Довольно сильная команда. Сильные ребятки, да. Так, у нас на прямой связи игрок, новоиспеченный команды Ханы, человек, который был повышен после прихода к нам в студию аналитики, это Аксель. Сейчас пообщаемся с Сашей. Саш, привет! Привет, ребят. Слушай, ну, давай, наверное, по порядку. Вы на первой карте еще, вы взяли Зевса себе на последний пик, нет, на предпоследний. После этого на него ребята, соперники ответили ВР-кой, или наоборот было? Наоборот. Наоборот, да. Это был Лас Пик Зевса. Да, все правильно, Лас Пик Зевса. Объясни, пожалуйста, логику этого персонажа. Это, ну, правильный выбор это был или ошибка? Как считаешь? Ну, вообще, у нас был явный, по моему мнению, овердрафт на первой карте, и Зевс идеально заходил, просто нужно было намного лучше сыграть. И там была такой, была такая чейн, чейн фейлов, неудачных мув, когда мы все свои кнопки выкинули в никуда, и из-за этого но спектра просто не успела нафармить. Вот. А так мне Лас Пик Зевса нравится. Там скорее до этого была ошибка в драфте. То есть, вот брать спектру в Виноманстер было не самым умным решением. У меня вот такой вопрос. Почему Винга в приоритете над Ораклом? Почему Винга в приоритете? Потому что Оракл очень слабый лейнер, и вот даже слабее Винги сейчас. Как и Винга? Да, но Винга хоть что-то может сделать. И Винга хоть может сфлекситься на разные роли в отличие от Оракла. То есть, если все совсем плохо, ты можешь ее на тройку бросить, ее же берут исключительно. Ты на другой роль никакую не поставишь, кроме пятерки против Вайда. Она же как мясо пушечное получается, а Оракл... Ну, против Вайда, да. Но против Вайда она лучше работает, чем Оракл. Герой все равно может умереть в хроносфере с тылоса. Ты понимаешь, что он умирает в хроносфере, и вы четверым остаетесь, а Оракл не дает умереть герою, и как бы сам еще продолжает. Оракла есть дизейбл. Авенгана просто мясо. Она умирает. Ну, она даже когда умирает, полезна. Ладно. вот в твоих словах есть счастье, ну, доля правды. Потому что мета далеко не всегда объективна, да? И сейчас так сложилась мета, что Оракла, ну, вообще никто не играет. Ну, не знаю, сколько Ораклов где заходило против Вайда, все Ораклы выигрывали прям идеально. Может быть. Вообще ничего не делал. Может быть. Окей, по поводу второй карты у вас в пике в целом ну, вопросов было не так много. Единственное, зачем, почему это был Undying? По-моему, он всю карту провел просто умирая на ровном месте. Была ли от него какая-то польза? Это правильный пик был с вашей стороны? Да, Undying точно был хороший пик. Мне все, что нужно было от героя, чтобы я засекировал линию в Айду. Вот, опять же, я тем, что пикнул Undying, заставил этого Сайленсера идти в сложную. То есть я брал Undying против Сайленсера, я понимал, что они могут его поставить и в мид, и в сложную. И заставил тем самым идти в сложную, с таким слабым саппортом, как Тинни. Поэтому, ну, и Тамбу никто не ломает всю игру. Она куча там тимфайта выиграла. Еще такой момент, что когда ты играешь против Спектры, ну, в чем фишка Спектры? Она дает тимфайт-вижн на всю вражескую команду. Undying делает то же самое, то есть у тебя появляется контрплей против этого. И ты в любой части карты можешь принять драку. Просто ставишь Тамбу, у тебя сразу все видно вокруг, всех героев, ты можешь прыгнуть, кого хочешь. Окей, и по поводу последней карты есть вопрос, за рапирой на морфлинге. Это все-таки был определенный риск с вашей стороны. Ну, на тот момент у него уже был Сатаник, Егис, и ему нужен был Трустрайк. Но братьям КБМ просто не хотелось на такой стадии игры. Поэтому рапира точно нужна была. Окей. Спасибо большое, Саш, за то, что присоединился к нам на трансляцию. И удачи вам дальше в групповом этапе Диван Дивизиона. Спасибо большое. Пока-пока. Так, ну, вот вопрос с Вингой и Ораклом. По крайней мере... Он продолжается быть... Но он актуален. Он актуален, но он открыт. Просто новая версия какая-то появилась. Никаких фактов. Оракл слабый лайнер. Винга слабый лайнер. В драке, как бы, в Вингу вы просто берете и не комбинируете ни с какими-то персонажами. У тебя там большинство милишников, как бы, она тебе не особо много чего дает. Она просто умирает. Реально, как мясо умирает. Поэтому, честно, на вопрос про Оракл и Вингу вообще не ответил. Будем смотреть тогда дальше, как команды у нас будут использовать этих персонажей, друзья. Пока ждем следующей Best of 3 серии. Заходите на dota2.ru для того, чтобы написать свое мнение по поводу Винги и Оракла. Самая актуальная тема сегодняшнего дня. Саша Джем переходит на позицию комментатора. Сережа пока остается здесь. Нас ждет, на мой взгляд, самая ожидаемая Best of 3 серия сегодняшнего дня. Никуда не уходите.